Русский человек В массе своей он унижен, он обнищал. И вот это духовное падение и духовная униженность, естественно, вызывает и ответный отпор, но чаще всего, чаще всего, к сожалению, люди сдаются. Люди машут рукой не только на себя, на свою семью, на своих детей, на свое будущее. Они машут рукой на всю нацию. А мы русские, вот мы такие, ну что теперь делать? История русского народа закончилась. Это, конечно, страшный признак деградации нации. И я попыталась найти языковые механизмы, которые попытались бы восстановить наш дух. Я лингвист, филолог, историк русского, славянских языков, специалист, который проникает в своей специальности на тысячелетия вглубь. Когда у нас возникают такие вот ретроспективы, мы понимаем, что сегодняшний эпизод нашей исторической жизни — это только эпизод, причем не имеющий пока исторического финала. Мы пока не представляем, чем завершится эта трагедия. Но история наша показывает, что подобные же катаклизмы русского государства и русского народа заканчивались русскими победами. Я хочу вот в языковых истоках показать, что победы неизбежны. Дело в том, что мы сейчас живем погруженные в пучину зла и осознаем, что вокруг нас зло. А почему? Потому что каждый человек, любой человек, живет в категориях добра и зла. Ему от рождения свойственно, не только от воспитания, от рождения, различать добро и зло. Это развлечение, чутье на добро и зло, дано нам во многом языком и тем, что у русских называется совестью. Как? Каким образом? Дело в том, что добро и зло — это два полюса, два словесных полюса, изначально означающих в философской категории «доброе» и «злое». Но к ним тяготеет масса слов. И в русском национальном сознании, и в русском языке эти слова распределяются как в системе координат. Точки добра сосредоточиваются и с точки зла. И вот такими, например, в системе координат являются слова правой и левой. С одной стороны, да, пространственная ориентация, правая рука, левая рука, что справа, что слева стоит, всё это нужно для человека, чтобы он просто жил, ориентировался в мире. Но, помимо этого, оказывается, что правый тяготеет к понятию добра, а левый к понятию зла. И у нас существует слово «правда», которое означает «безусловное добро». Жить по правде, значит, жить по совести, делать добрые дела. И у нас существует кривда, которую я скажу позже. Править, посмотрите, слово «править» происходит от прилагательного вот этого права и тяготеющего к добру. А это что значит? Что те, кто правят, должны вести народ к добру. И никак иначе. И если они управляют, опять тот же корень, управляют и ведут нас почему-то при этом ко злу, и творят над нами зло, то мы имеем моральное право, и это интуитивно в нас записано, хотите вы этого или не хотите, к исправлению подобной ситуации. Вот перед нами корень, который диктует нам тип поведения. И я опять же говорю, не важно, что сейчас это пока не сбывается. Вы же чувствуете, например, что нами правят неправильно. Что такое правило? Опять же, тот же самый корень. Правило – это когда тебя ведут тоже к правде. Отсюда правило на лодке, на любом корабле в древности. И правило – это тоже то, что ведет к правде. Когда дети учат правила в школе, они интуитивно понимают, что это добро. А что такое левый? Посмотрите, у нас до сих пор сохранились эти древние понятия, нам не надо их объяснять. Левачить, гулять налево, покупать слева, продавать налево. Это что такое? Это архетипы сознания нашего, которым тысячу лет. Можете себе представить? Понятно, что гулять налево родилось в XX веке, но архетип слова – ему тысячи лет. Или вот за левым плечом у нас стоит кто? Бес. И эта категория, это воззрение сохранилось с языческих времен и развелось, и осталось в христианстве. А встать с левой ноги, а одеть одежду на левую сторону – это все показывает, что у нас врожденные понятия о правде и кривде, о добре и зле. Есть еще одна категория слов, которая разделяется на доброе и злое. Это вверх и низ. Ну, казалось бы, опять пространственные ориентации. Что-то вверху, что-то внизу оказывается в древности глубокой. Каким-то образом, может быть, скорее всего, Богом заложено в нас представление о том, что наверху все, что выше – это добро, все, что внизу – тяготеет козу. И посмотрите, как эти ориентации действуют на человека в системе нравственных ценностей. Все, что выше пояса, лицо, прежде всего, человеческое, можно открывать. Все, что ниже пояса, запретно для лицезрения – это срам и стыд, это категорически закрыто. Там зло. Эта установка существует как архетип сознания. И поэтому в русском языке, например, есть слово «наглый». Что такое «наглый»? Происходит от корня «наг», «ногой». «наглый» – это тот, который публично открыл то, что показывать нельзя, разделся. Вот у нас с этой точки зрения наше сегодняшнее телевидение наглое, оно раздевает человека, заставляет, ломает в нем, пытается сломать то, что сломать, в общем-то, невозможно. Архетип сознания. Доказывать пытаются нам, что это достоинство, неглиже с отвагой. Да, с отвагой. Да, да, да. Но тем не менее, с отвагой, значит, требуется преодоление. Конечно. Сломать надо. Стыд. Вот. И есть понятие в русском языке «стыд». Очень интересное слово. Дело в том, что «стыд» в другой огласовке, в более древней, звучало как «студ». Стужа, холодно. Когда человеку бывает холодно? Когда он раздет. И вот стыд – это состояние раздетого человека. Опять нельзя обнажаться. Нужно скрывать свое тело. Нужно не показывать свой низ, потому что это зло. Вот эта установка, сегодня она, может быть, покажется кому-то, ну, ретроградной, консервативной. На самом деле это установка нравственного поведения русского человека. Я допускаю и даже уверена, что у других народов эта установка не существует. И для них слово «низ» тяготеет категории добра. Потому что мы с вами говорим о национальных, национальных архетипах сознания. Они у разных народов разные. И об этом пойдет речь дальше. Так вот, верх и низ. Посмотрите в области управления. Если человек наверху, если он достиг высших должностей, значит, он должен, обязан следовать канонам добра. Так диктует нам наш язык. Если он находится внизу, в низшей иерархии нашей жизни, ну, его это ни к чему не обязывает. К добру, во всяком случае, точно не обязывает. Он может жить, по крайней мере, так, как хочет. Но вышестоящие, должностные начальники, духовные начальники, то есть те, кто высоко стоит, обязаны быть добрыми. Удивительная установка. И опять, когда она нарушается, и когда мы видим, что наши правители являются кривителями, что вышестоящие на самом деле пали низко и находятся в преисподней духовной, у нас возникает естественное отторжение подобных людей. И оно возникает не потому, что нам кто-то объяснил, что эти люди нехороши, оно возникает само по себе, но не мгновенно. И поэтому сегодня историческая перспектива нам кажется может быть темной, потому что не все разобрались, не все поняли, не все услышали свое, голос своего языка. Да. Есть еще категории, которые четко расходятся по полюсам добра и зла. Это, например, восток и запад. Но это очень понятно. В религиозных категориях солнце восходит на востоке, и, конечно же, человек, древний человек, видел исходящий свет и тепло оттуда. И, соответственно, все наши ожидания религиозные, они связаны с востоком. Запад – это тьма, это ночь, это погружение в холод, во мрак. И поэтому, естественно, человек древний мыслил запад злом. Но посмотрите, как сегодня срабатывают эти архетипы. Вот Европа, мы называем ее западом, но она вроде бы и географически находится к западу от нас. Тут нечего возразить. Хотя этот запад интуитивно связывается у людей, мыслящих по-русски и имеющих такое вот настоящее чутье языковое со злом. Но посмотрите, ведь и США, которые, собственно говоря, к нам все равно, как ориентировать, да, мы его тоже, это государство называем западом, именно подразумевая в этом такой сгусток субстанцию зла. Это тоже наш язык. Он нам определяет, что есть что. Может быть, когда-нибудь вот для нас западом станет Китай. Вот еще пространственная ориентация вперед и зад, грубо говоря. А это тоже связано с тем, что мы считаем добрым и злым. Быть впереди – это значит быть сильнее, умнее, покровительствовать другим, спасать других, вести других вперед. И идущий впереди – это добро. Если ты слабее, глупее, маломощнее, у тебя нет воли, ты позади. И это плохо. Вот эта установка, она очень важна. Она же важна во всех наших действиях, во всем нашем поведении. Потому что вырвался вперед – очень хорошо. Отстал – плохо, неудачник. Она работает. Но посмотрите, какая еще интересная существует связь с этой категорией. Мужчина и женщина. О роли и месте мужа и жены в этом мире тоже язык нам диктует эти соотношения. Потому что муж, вот в индоевропейском языке, ан – корень древний, означал идущий впереди. То есть мужчина шел впереди. Женщина, рождающая, жена, гена, корень, означало слабее, естественно, нуждающаяся в покровительстве. Ее место было позади. Но посмотрите, как сегодня нарушается этот архетип сознания. Сегодня русский мужчина, он в силу сложившихся обстоятельств не находится впереди. Он не может заработать на семью. Он не может построить дом. Он не может обеспечить своих детей, да просто их родить, чтобы их вырастить. Он не может. Он не может быть впереди. Нарушается главнейший архетип сознания человека. Женщина родила одного. Ну, вроде бы все. Она оправдала свое имя. И посмотрите, как это сказывается на демографической ситуации. Помимо условий жизни, ужасных, конечно, которые способствуют нашему падению, смертность мужчин трудоспособного возраста в России в четыре раза превышает смертность женщин. Почему? Почему они спиваются, стреляются, колятся? Почему они не хотят жить? Потому что они не выполняют свою функцию. Они не выполняют предначертанное им с рождения и данное в языке. Они перестали быть впереди. Впереди своего государства, впереди своей семьи, впереди каких-то предприятий своих, идей, вожделений. Но они стали слабыми и немощными. Их не устраивает это состояние. Они не хотят жить. То есть мы с вами говорим о вещах, которые на первый взгляд кажутся такими вполне невинными. И развлечением досужей интеллигенции нет. Язык – очень серьезная вещь. Язык – это картина нашего мира. Язык – это тип нашего поведения. И если дорога, начертанная языком, нарушается, мы сворачиваем на какую-то кривую тропку, мы начинаем блуждать. Буквально блуждать. Вот посмотрите наше мироощущение русского народа. Оно коренится даже в самом названии русские. Потому что здесь тоже есть великое тяготение к добру. Происхождение слова «русский» достойно, конечно, отдельной темы. Но я здесь скажу об этом вскользь. Просто в связи с тем, как оно связано с понятием добра. Есть академик Трубачев, ныне покойный, великий русский лингвист, который установил, доказал. И после этого споры как-то утихли, притухли о происхождении слова «русский». Так вот он доказал, что слово «русский» – наше этническое имя. А это имя, такое же, как ваша фамилия, имя, отчество. И дальше идет национальность. Это наше имя. И вот слово «русский» происходит от древнего, индоевропейского слова, корня «рукс-рокс». Этот корень означает «белый, светлый». Но дело в том, что «белый» и понятие «света» тяготеет к добру в категории русского языка. А темный, черный, мрачный и ночь, мрак тяготеют к злу. Мы так устроены. И поэтому мы воспринимали себя издревле, многие тысячи лет все-таки нашему этническому имени, воспринимали себя как народ света, как народ белый. Причем и антропологически, потому что, видимо, мы были внешне тоже достаточно светлый народ. То есть были светлые глаза, были светлые русые волосы. Это такой цвет волос. Вот сейчас у наших детей очень часто, вы можете увидеть, они, с одной стороны, вроде бы непритязательно сероватого пепельного цвета, и вдруг на солнце блеснут золотом. Потрясающий цвет, родной, русые волосы, белая кожа. То есть антропологически белый народ, светлый. Но, скорее всего, само название это, белый, светлый, русский народ, взяли мы от мироощущения, от миросозерцания. Потому что народ, стремящийся к правде, к свету, неизменно чувствовал себя русским, то есть народом света. Вот эта категория, посмотрите, как она срабатывает сегодня. Когда мы на улицах Москвы, например, вдруг в одночасье увидели много людей другой национальности. А для русского человека, наверное, это и в других этносах характерно, для русского человека очень важно, много рядом своих или их опасно мало. Это срабатывает чутье и знак опасности. И вот когда людей других национальностей стало чрезмерно много для русского самосознания и для русского мира созерцания, и картины мира, тогда появилось понятие чёрные. Чёрные. Вы обратили внимание? А, там чёрные. Я купила у чёрного. Это не ксенофобская категория. Это категория архетипа нашего сознания. Это опасность, знак опасности. И неважно, этот человек черноволос, негр он или кто-то другой. Неважно, это знак-сигнал опасности. Чёрные. В отличие от белых, светлых, от русских своих. Конечно, нам сейчас пытаются навязать какую-то толерантность к ним, терпимость, устыдить нас в этом словоупотребление. Но как переписать внутреннее миросозерцание народа? Как устыдить то, чему тысячу лет? Я думаю, это просто невозможно. И вот давайте подведём итоги вот такого рассуждения. Добро и зло. Вверх-низ. Правый-левый. Восток-запад. Русский. Светлый-белый. И тёмный, чёрный, мрачный. Вот это всё расписано в нашем языке и в нашем сознании чётко по полюсам. И каким тогда предстаёт русский народ в своей тысячелетней истории, это раз. И сейчас. Ведь за тысячу лет и за две тысячи лет в миросозерцании мало что происходит. Потому что мало что происходит в языке. Более того, лингвисты-историки провели исследование, и оно опубликовано. Историю нескольких языков, сохранивших письменность в течение тысячи лет. Изучили и посмотрели, как меняется словарный состав этих языков. И оказалось, что за тысячу лет в языках в среднем утрачивалось всего сто слов. Вот сто общоупотребительных слов ушло из языка. А всё остальное осталось. Осталось. То есть, как наши предки тысячу лет назад мыслили, думали, видели этот мир. Чувствовали его, да. Чувствовали его именно потому, что язык это ещё и чувство. Так всё и сохранилось. Так каков тогда русский народ? Это народ, который тяготеет к добру и правде. И даже самоназвание выбрал такое, которое говорит о том, что это народ добра. Русский народ – это народ, который ненавидит кривду, кривые пути, лукавые, потому что эти понятия тяготеют козлу. И, кстати, русский народ, русский человек, посмотрите, он в связи с тем, что прямой и кривой – это тоже две категории добра и зла, он, например, никогда не бьёт в спину. Это же кривой путь. Он, если сражается, то лицом к лицу. Это достойно для воина с точки зрения русского человека. Если вы возьмёте восточного человека, то там достоинство – хитрость и ударить в спину. А у нас слово «хитрость» знаете, что означает? Оно происходит от корня «хитить». Хитрый – это который похищает. У нас олигархи только хитрые. Русские люди не могут быть хитрыми, они добрые. И вот это всё идеалы, прописанные в корнях нашего языка. Мы тяготеем ко свету. Мы, если бьём, бить по лицу нельзя. Вы обратили внимание, лицо – это верх, это добро. Нельзя русскому человеку бить по лицу. Он должен бить по морде, по хари, по роже кривой, святым кулаком до похудой рожи, в рыло дать. Он должен переназвать лицо, чтобы ударить в него. Вот почему. Потому что лицо – это ли, это уже образ, это уже добро. Он должен назвать его сначала так, чтобы иметь моральное право, нравственное основание, чтобы по этому так называемому лицу, по этой морде ударить. Так что же делать вот с таким народом, если им правят, но при этом ведут козлу? Если вышестоящие мыслят о преисподней, а должны с точки зрения народа думать о благе народа. Что делать с таким народом? Он же рано или поздно начнёт всё исправлять, приводить в соответствие с архетипами своего сознания, как не раз бывало в русской истории. Вот власть предприняла и видит только одно – переписывание архетипов нашего сознания. Смена наших идеалов. И вот этот путь, есть путь следующий. Он реальный и страшный путь. Это когда маленькому человеку с года, с двух, когда он впитывает язык и языковую картину мира, начинают втолковывать чужую речь, чужой язык. Или воспитывать его в так называемом двуязычии. Вот это для русского человека страшно. Быть одновременно англоговорящим, франкоговорящим страшно, потому что чужая картина мира, помимо воли человеческой, вырастает в его сознание. Как у нас дворянство явилось совершенно лишённое национальных корней, которое и поднялось, совершило самоубийство фактически в 1925 году. Как это случилось? Они воспитаны были на французской культуре. Они воспитаны были в этих категориях. Их предупреждал Александр Семёнович Шишков, что этого делать нельзя. Но это совершилось. И вот подобные вещи сегодня делают наши олигархи. Ну и бог с ними. Пусть едут вместе со своими двуязычными или многоязычными детьми. Самое главное, что народ переучить в массе другому языку невозможно. Ну, на это не хватит средств. Вот это путь. Все-таки, Татьяна Ивановна, я тут хочу сказать, что средства-то есть информационные. Понимаете? Можно детям с раннего детства усаживать их перед телевизором, чтобы они смотрели какую-нибудь улицу Сезам или американские мультфильмы. Понимаете? Это верно. Это будет тот же самый язык. Это будет навязанное чужое поведение. Чужое поведение. Это так. Но это чужое поведение. Эти стереотипы, которые дети будут видеть и видят на экранах, они могут в действительности только затоптать, заглушить, забить то, что у русского человека хранится внутри. Вот в чем дело. То есть пробудить спящие корешки, чтобы дали ростки. Человека развернуть к своей культуре, к национальному типу поведения, все-таки можно. Заглушить, забить наше национальное чутье, чувства и наше национальное тип поведения можно, но на время. И как это делается путем распространения определенных мифов о русском народе, которые сегодня как вирус живут в нашей культуре, в информационном пространстве, внушаются нам с экранов. Вот эти мифы нужно разоблачать. Вот об этом мы и поговорим. Нас русских очень часто упрекают, ставят вину и, в общем, предлагая свои услуги. В нашей русской неспособности, неумении управлять. Управлять своим государством, управлять своими подчиненными. Да даже и в семье порядка нет. Вот неспособны русские к порядку. Ссылаются при этом на древнюю повесть временных лет, где Нестор преподобный процитировал призы славян к Рюрику. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Прийдите править и владеть нами». И получается, что с тех пор мы только и призываем кого-нибудь править и владеть нами. И сейчас пребываем опять в состоянии управления внешнего, когда нами и правят, и владеют некие люди со стороны. На самом деле этот миф уже очень давно живет в русской культуре и навязывается нам, я думаю, со времен Ломоносова, когда немцы вошли в русскую науку, и с ними Михаил Васильевич яростно боролся. И когда вот эта нормандская теория распространилась, собственно говоря, на все плачевное состояние в государстве, любой промах, любой провал, который свойственен каждой стране и каждому народу, объяснялся нашим русским неумением управлять, организовывать, править. И при этом как-то вот мимо внимания обучающих нас порядку людей проходило то, что мы построили самую большую страну в мире, что, в общем, небольшим числом людей освоили колоссальные земли, что практически во всех войнах выходили победителями, а все это признаки потрясающей организации, умения управлять. Тогда откуда мифы? Как они рождались? Ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь тоже есть языковые истоки этих мифов. Дело в том, что русские люди просто организовываются совсем по-другому, нежели человек западный, который нам навязывает свою систему организации. У нас есть два слова – подчинение и послушание. Два разнополюсных слова, которые используются при организации и управлении. Что такое подчинение? Там есть такой корень – чин. Чин – тот же корень, что и в слове «закон». Закон. Подчинение – это порядок исполнения закона. Вот что это такое. Действие по закону. Подчинение у нас в России – вещь очень неприятная. Вот у немцев на подчинении, начальник подчинённый – это самое удобное отношение. Но не зря совершенно у них древний правитель – это конунг. Кон – тот же индоевропейский корень, дающий законы, законодатель. У немцев к нам это слово пришло в виде «князь». Но долго не жило. Заменилась кесарь, цесарь, царь и заменилась другими отношениями. Но у нас подчинение не в чести. Подчинение закону – нечто холодное и бессердечное. Русскому человеку, который не отрицает этого, довольно-таки противное. Но есть другое понятие – послушание. Послушание – это слово, которое принято в семье, в семейных отношениях. Послушание – это отношение детей к отцу. Когда они между собой братья и сёстры. И вот эти отношения свойственны русской системе управления и организации. Посмотрите, как это работает. Вот в армии. Это же провидел Суворов замечательно, когда он говорил «отцы – командиры». А в русской солдатской песне поётся. Солдатушки, бравые ребятушки. А кто ваши отцы? Наши отцы – полководцы. Вот кто наши отцы. Посмотрите, те же самые отношения. В казацкой вольнице там атаман. А что такое атаман? Это по-тюркски «ата» – отец, «ман» – человек. Человек – отец. Вот кто такой атаман. И он для них ещё же и по-русски «батька» – совершенно точно. Посмотрите, сейчас комбатов солдаты, хороших комбатов зовут как? Батяня? Батя? То есть перед нами древний тип организации, доживший до сегодняшнего дня, при которой русский человек организуется наилучшим образом. Почему? Потому что существует доверие, существует отношение почти кровного родства и понимание, что тебя родной человек не предаст. Вот то же самое в государственном управлении у нас. У нас царь-то кто был? Батюшка. Эти отношения отцовства и, соответственно, братства между собой и подчинения отцу, они сохранялись в государственном управлении. И какие бы ни были там промежуточные чиновники, был царь-батюшка. Вот эти отношения, когда они сохранялись в государстве, при генеральном секретаре Сталине, посмотрите, кто был Сталин? Отец народов. Да, жесток. Да, суров. Ну и отец может быть и жесток, и суров, и наказывать, и пороть, и убить, как Тарас Бульба, имеет право. Но это отец. И он не предаст, и он не продаст, и в целом о братьях и сёстрах, и о семье заботится. Что такое нарушение подчинения в организации, где действуют законы подчинения? Это всего-навсего нарушение закона. Что такое закон для русского человека? Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Плевали на закон русские люди, как хотите. Не действует, не работает этот архетип. А что такое нарушение отцом его обязанностей? Это предательство. За предательство жестоко расплачиваются не только дети, но и отец. Отец имеет право карать, а дети имеют право отказаться от отца. Вот этот архетип работает в системе русского государственного управления, так же, как он работает в системе русского воинского управления организацией. Помимо нашей воли, мы, русские, видимо, пристрастны именно к такой системе организации. Ну, она не в религии наших отцов. Абсолютно точно. Она не вестрая, но абсолютно. У нас Бог-отец наш, у нас священник-батюшка, у нас как бы всё. А есть предпоговорка, посмотрите, насколько человек русский пронизан вот этим состоянием отцовства и сыновства. У меня, мол, отца, четыре отца, пятый батюшка. Четыре отца кто? Бог, царь, священник, духовник и крёстный отец. Четыре отца, пятый батюшка. Вот как. То есть ощущение опёки, ощущение любви и невозможности предать тебя. Вот в каких условиях, собственно говоря, должен жить русский человек. И он тогда творит чудеса и геройство. И долг перед ними. Конечно. И долг перед ними. Значит, тогда он творит чудеса геройства. Он послушен, он делает то, что ему скажут из чувства любви и преданности, в отличие от уважения закона. Поэтому у нас просто у русских другой тип организованности и другой тип управления нашим народом. Но этого, конечно же, совершенно не понимают те, кто сегодня управляет нами. Управляет. Как мне не нравится это слово, приложение к тому же Путину и Медведеву. Ну куда уж они управляют. И вот у нас сегодня, посмотрите, мы же попали в какую ситуацию. Ну какое послушание может быть человеку, который заботится о тиграх, когда голодают дети. Который катается на болидах и устраивает футбольные чемпионаты, когда в стране закрываются больницы и люди вымирают по официальной статистике по миллиону в год. Это что, отец? Это что, подобия опеки, любви и заботы? Нет. И когда вот этот народ видит, когда русский человек это интуитивно, ну неосознанно, языком чувствует, тогда возникает естественная реакция на предательство одного из отцов. Предательство. Вот, конечно, пиар-технологи у наших правителей, они знают отчасти или тоже чувствуют о том, что надо какое-то попечительство изображать, какую-то заботу отеческую о народе, все-таки демонстрировать. Это блестяще делали пиар-технологи Лужкова. Блестяще. Вот там четко работала отец Москвы, москвичей, он там то мед детям разливает, собственноручно, черпаком, то детские садики открывает, в то время как в тени их закрывает повсеместно и так далее. О, отец народа московского. Но сегодняшние вышестоящие граждане Медведев и Путин этого не понимают. Они настолько заняты собой, они настолько пребывают в этом детстве человечества, развлекаясь игрушками, игрушечным троном, какими-то соответствующими этим всем званием регалиями, что им нет дела до тех, кто ждет от них отеческой заботы и попечения. Таким образом, миф о нашем неумении управлять создан людьми, которые просто живут по законам подчинения в управлении. А мы живем по законам послушания в управлении. И сегодня эти законы категорически нарушены. Еще один миф существует о русской лени. Дескать, вот русские ленивы, бездеятельны, делать ничего не хотят, в силу того, что у них созерцательный характер. И даже если вы откроете сочинение о русских каких-нибудь немцев, которые любят русский народ, как Вальтер Шуборт, например, там все равно будет вот этот разговор, что русские предпочитают ничего не делать. А знаете почему? Чтобы не нарушить богом данный ход истории. И вот такие глупости. Они все время вдалбливаются к нам в головы. При этом, опять же, я напомню, русские построили колоссальную империю. У русских есть в характере опыт напряженного труда, не свойственный ни одному народу. Это заложено, кстати, и климатом, потому что у нас короткое лето. И мы за 3-4 месяца привыкли успевать делать то, что другие народы делают в течение года. Получить продукты существования собственного. И вот этот характер способности на чрезвычайно напряженную работу, на какие-то немыслимые для других народов подвиги, и вдруг русская лень. Почему? Я думаю, что тут снова взгляд иностранцев. Ну, а прежде всего, она судит западные народы. Понимаете, что там думают о нас китайцы, пока не важно. Они не влияют своими мнениями на наше сознание. Но у западных народов другое отношение к пониманию деятельности. Дело в том, что западные народы в своей грамматике строят грамматику на двух понятиях – иметь и желать. Вот посмотрите, в прошедшем времени в английском языке. То есть я имел-был, если буквально переводить. Или я буду жить. То есть я хочу жить. Значит, глагол иметь и глагол хотеть, они скрепляются, иментируют всю грамматику английского языка. Ну, и стало быть, и формируют и такое вот сознание, обладание и желание обладать в английском характере, в американском характере англоязычном. Такова же немецкая грамматика, французская грамматика. Даже у наших братьев-сербов в будущее время образуется «я чужити», то есть «я хочу жить». Желательность и владетельность – две категории, которые определяют их языки. А что в русском? А в русском языке у нас только глагол «быть». Я был, я жил, никаких «хочу», «имею», нет. В будущем времени я буду, и всё. Вы думаете, это не влияет на наше сознание? Влияет. Мы имеем дело с действительностью, и мы её вот так видим, не как объект овладения, желания, не как объект посягательства на неё, а существует и всё. И поэтому формула владения у нас чрезвычайно интересная. Там, где англичанин говорит «I have», то есть вот этот глагол употребляет, мы говорим «у меня есть». Там, где немец говорит «I haben», тоже «я овладею», «я имею», мы говорим «у меня есть». Что такое «у меня есть»? Это когда дано и всё. Это не когда я хапнул, схавал. А знаете, вот «хапнуть» и «хавать» – это два глагола в русском языке в точности однокоренные глаголом «have» и «haben». То есть то, что нормально по-английски и по-немецки, для нас «хапать» и «хавать» – это достойно полного презрения. А у нас у меня есть, мы говорим, о том, что нам принадлежит. Это дано и точка, и всё. То есть русский смотрит на мир по-другому, он грамматически смотрит на мир по-другому. Да, ему могут быть навязаны другие категории жизни. Да, сегодня, например, как говорится, психология захватничества, она полностью заполонила сознание русских людей. Но все ли подчиняются этой психологии? Далеко не все. Большинство предпочитают жить по поговорке. Будет с нас, не дети у нас, а дети будут сами, да будут. Вот это наше. Но причём, когда говорят о русской лени, забывают, что в русском языке три слова есть. Говорящие о деятельности – дело, труд и работа. И очень разные отношения к этому. Дело – это дело всей жизни, это интересное дело. Глаза боятся, а руки делают. Это вот сверхъестественное что-то, вот очень нужное человеку. Труд – это всегда трудно, с потом и с кровью, но это достойно уважения, и для этого стоит жить. Работа – не волк, в лес не убежит. Вот работой можно где-то пренебречь, если она неинтересна, муторна, если она на кого-то, а не для своей души. Разные отношения. Но при этом у русского человека существует удивительное слово, которое вот тоже нам ставят в пику, как созерцательность. А, созерцательные, бездельники, и вообще живут на авось. Знаете, русский авось. Что это такое? Я даже вот в одной книге о поговорках русского народа, старинных поговорках, даже не у Даля, Даля не включила эту поговорку, вычитала. Русский крепок на трёх сваях. Авось, небось и как-нибудь. Первая, конечно, была оскорблённость. Ну как тут крепок на авось, на небось, да на как-нибудь, да мы-то. А потом, естественно, пришлось задуматься над смыслами этих слов. Над смыслами слов, которые в корне поменяли сегодня значения. Их как бы перешифровали. Посмотрите, что значило в древности авось. Это три слова. А-во-се. И означало, а вот так, а вот так, наперекор, сделаю так, как хочу. А что такое небось? Не-бо-се. Три слова. Это буквально означало нет, не так. Значит, смотрим. А вот так, нет, не так. И последнее. Как-нибудь. Что такое как-нибудь? Любыми силами. Как бы то ни было. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Значит, русский действительно крепок на трёх сваях. Он живёт по принципу авось, а вот так вам. Небось, нет, не так, как вы мне предписываете. И как-нибудь, любой ценой. Это действительно сваи. Это действительно то, на чём стоит русский характер. Который попытались вот перешифровать, переделать и превратить в какую-то слякоть. Так где же здесь созерцательность и лень? Причём в Европе только испанцы имеют ещё подобное вот русскому авось, возглас дуэнде, когда у последней черты человек использует уже последние средства, выходящие за пределы человеческих возможностей, и совершает невозможные. И так понятно, почему мы в глазах европейцев, американцев выглядим созерцателями. Да мы не стремимся к обладанию, мы не стремимся захапать чужое добро, мы не стремимся желать у ближнего, пожелать его имущество. У нас этого нет. Мы довольствуемся тем, что, как говорится, у нас есть. И вот что ещё интересно. В отличие от европейцев, русский человек делом считает ещё и мысль. Вот это наша особенность. И поэтому европейцы, для них мысль – это не работа. Для русского человека думать – это работа. И это тоже дело. А для них с лень и созерцательность. И вот посмотрите, у нас даже поговорка есть – сказано, сделано. Это значит, что мысль, она обязательно воплотится в дело. Вот это отношение к мысли у русского человека имеет в нашей культуре и в русской цивилизации и горестные последствия, и добрые. Добрые в том, что только в русской среде могло возникнуть, например, учение Вернадского Владимира Ивановича о ноосфере, где он закладывает чисто по-русски мысль не является энергией, но производит действия подобные энергии. Это очень важно для нас сегодня. Здесь, в нашем русском государстве, масса думающих людей. Когда они начинают думать одновременно об одном и том же, а мы думаем сегодня о том, почему такое с нами произошло, и как нам восстановить государство русское, русский народ. Вот когда возникает эта соборная дума, она неизменно обретает силу энергии и получает тот импульс, что, согласно поговорке, сказано – сделано. Но горестные последствия вот какие. Поскольку мысль – это дело, и мысль поэтому опасна, то в русском государстве всегда за мысли наказывали и с мыслью боролись. В отличие от европейцев, которые вы знаете, свобода слова, величайшая ценность, ну, болтай, что хочешь, никому ты не нужен, и никто на тебя внимания не обратит. Здесь, если ты сказал крамолу, опасное что-то для власти, это всегда пресекалось. Это пресекалось и в Российской империи, где, к моему величайшему изумлению, в своде законов Российской империи имеется статья уголовная за разжигание межнациональной розни, которая применялась к русским, к сожалению, и применялась после погромов. В то же время советская эпоха нам дала величайшую борьбу с русской мыслью, и сейчас мы видим то же самое. Русской мысли боятся больше всего. Русские статьи, так называемые, 282-я, 280-я, они работают со всей силой. Девочка высказалась на митинге, ее тут же, мать маленького ребенка, тут же в Кутузку на полтора года за то, что она обозвала армию, обозвала ОМОНовцев клоунами. И вот подобные вещи, конечно, печальны, но они как раз, вот эта соборность русской мысли, напряженность русской мысли, которая так или иначе приводила к серьезным последствиям в действии, она дала вот то, что главные идеологии в России обкатывались, именно в России. Это чужебесие. Вот это чужебесие, которое... То есть, что там в Европе просто проболтали все, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, наболтали, наболтали, разошлись себе, продолжая жить замечательно. А здесь надо было проверить. И вот проверяли. И проверяли здесь, но сегодня идея спасения русского народа от уничтожения, идея русского национализма, она тоже овладевает ведь головами, становится Соборной Думой. И мы надеемся на то, что поговорка сказано, сделано, тут сработает. Таким образом, не созерцатели мы и не ленивцы. Это нам вдалбливают. Кто намеренно с тем, чтобы мы потеряли веру в себя, а кто по наивности, потому что они другие. Они по-другому видят этот мир. Они видят объект завоевания. И вот в этом смысле очень интересна наша психология, которую тоже воспитывают сейчас совершенно другими правилами, чужеродными правилами. И вот обратимся еще к одному пониманию русского характера, о том, что мы скромные и негордые. На самом деле это так. Существует такой вот код национальной скромности русской. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что между собой у нас не принято кичиться, хвастаться, гордиться детьми. И тут даже вот очень подходит старинный анекдот о том, что если еврейский ребенок берет в руки карандаш и начинает рисовать каракули, ему сразу будет, о, наш левитан. А когда русский детенок берет в руки краску и начинает выплескивать то, что он считает нужным на бумагу, мы говорят, тоже Шишкин нашелся. Это действительно разные подходы национальные к воспитанию. У нас не принято сильно захваливать детей, ими хвастаться, гордиться талантами, а уж собственное и я положено спрятать куда-то очень глубоко и нигде не ячиться. Кстати, когда Путин шел первый раз к власти, главное достоинство, которое люди называли в числе его неведомых достоинств, это была скромность. То есть русские люди очень ценят скромность в окружающих. И посмотрите, даже вот у нас есть такое кодовое слово «ничего». Когда она спрашивает, как дела? Ну, иностранец скажет, окей, там, all right, все, будет, в общем, белозубо улыбаться и изображать полное довольство, даже если все пропало. Но по-русски нужно сказать, да ничего, ничего. А что такое ничего? Ничего страшного, ничего трудного, ничего хорошего в том числе. Ну, никаких особых заслуг или успехов. Это работает национальный код скромности. И он, он хорош. Я его полностью разделяю и сама, потому что, ну, и веду себя всегда так. Но он появился, он появился, этот код скромности в определенных условиях. Что такое скромный? Скромный – это значит человек, который стоит с краю. Крома, кромка – это край. Он не выделяется, он не выпячивается, он в тени. Вот код скромности закладывали русские люди, когда жили среди своих. Дело в том, что русские настолько пассионарный и талантливый народ, сам по себе, владеющий такими запасами пассионарной энергии, что если закладывать программу ячинья, выпячивания, гордости, мы бы пожирали друг друга. Мы бы стоптали друг друга, потому что каждый сам по себе хорош. Ведь посмотрите, вот о том, что мы пассионарные, активные, действенные, говорит фамилия Смирнов. Да, Смирной – это была такая странность, что человека обозначали как диковинку, он Смирной. Потому что остальные должны были быть, естественно, не смирными, а такими вот по-русски весьма энергичными. Поэтому национальный код скромности накладывал определенные ограничения на русское буйство натуры, на русскую талантливость, на русскую энергию, чтобы сохранить нацию в целом, чтобы люди не сожрали друг друга просто, не стоптали о том, что русский не должен был ни ячиться, ни выпячиваться, ни гордиться. Говорит масса русских поговорок о скромности. Посмотрите, человека гордого сравнивали со свиньёй, да, посади свинью за стол, а на ноги на стол, с козлом, с собакой, раздайся грязь, навоз плывёт, говорили о том, кто вот прёт, поперёт батьки и вообще выделяется среди всех. Это была программа. Человека ставили на место. Ему говорили, не гляди высоко, глаза запорошишь. А в то же время его предупреждали. Сделайся овцой, а волки готовы. На Бога надейся, а сам не плашай. И вот эти вещи всё-таки накладывали ограничения на нашу скромность. Но теперь мы живём в условиях, когда мы окружены людьми совершенно другим национальным кодом поведения. Для них скромность – это порог. Для них в первое ряды выходят, выбиваются, расталкивают локтями, гордые, сильные, смелые, которые постоянно обращают всеобщее внимание на это. И тогда мы, скромные, отходим в сторонку. И что получается? А получается, что в нашем собственном государстве, где у русских срабатывает национальный код скромности, на фоне работы других чужих кодов, гордости, хвостовства, первенства, что получается? Химера в главу государства, в возглавлении институтов, отраслей, промышленности, банков становятся люди, которые не имеют этого национального кода, люди других национальностей. И получается химера. Когда голова, согласно Гумилёву, голова у государства одна, а тело другое. А что бывает с химерой? История показывает, что химеры недолговечны. Государства такие распадаются, исчезают с лица земли. Поэтому сегодня национальный код скромности мешает русскому народу. Мы должны понимать, что изменились условия. Да, конечно, никто не призывает толкать других локтями. Но каждый русский должен понимать, что без него государство русское не обойдётся. Что без него, без его таланта, без его энергии, без его желания упрочить крепость и мощь нашей страны и нашего народа никто не обойдётся. И поэтому уступать дорогу, ну, сделайся овцой. Волки-то готовы, и волки уже жрут нас изо всех сил и с огромным удовольствием.